Нарядные, счастливые и увлеченные в детском саду номер 80 не весенний утренник, а ярмарка проектов. Научно-образовательный эксперимент, направленный на развитие исследовательских способностей ребенка. Маленькие ученые задают вопрос, почему, и сами ищут на него ответ. Заключительный этап ярмарки проектов. С 11 марта у нас стартовал конкурс проектов детско-родительских. И совместно с педагогами, естественно, дети, родители, педагоги целый месяц готовились. Но сегодня мы, вашему вниманию, представляли итоговое мероприятие. Сегодня у нас будут выявлены победители. Значит, конкурсы на разные темы, в общем-то. Но самое интересное, что первый раз дети у нас защищают проект сами. То есть, конечно, это большой труд, но детям очень понравилось. Но конкурс этот проведен с целью привлечения родителей. В ярмарке проектов принимает участие 17 научных коллективов, в составе которых – педагог, ребенок и родитель. Работа началась 11 марта. Тему определяли сами. Не слишком сложную, но и непростую. О воде, без которой немыслима жизнь, рассуждали Мирон, Славяна и Дарья. А на вопрос, как питаются растения, Анна и Василиса. Девочки провели эксперимент. Поставили сельдерей в окрашенную воду. Растение напиталось влагой, а юные ученые – знаниями. Первое, потому что хотим показать, как питаются растения и деревья. Тематика исследований разнообразна. Здесь и нежные фиалки, и мировой океан, весенние тюльпаны и первоцветы. Василиса Волосатова решила рассказать о самых первых, самых ранних цветах. И напомнить, что жизнь первоцветов целиком и полностью в руках человека. Делала проект этот с мамой самим. И даже эти цветы. А сложно было делать эти цветы? Ну да, сложно было, но я маме помогала. Все проектные работы, представленные на конкурсе, будут применяться в образовательной практике, говорят педагоги. К примеру, этот оригинальный летбук станет отличным подспорьем в изучении окружающего мира. Несмотря на то, что ярмарка проектов – это все-таки конкурс, и победителей будет определять жюри, каждый участник уже герой. Ведь поиск истины, даже если она всегда где-то рядом, это большая работа. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова